доброе утро друзья меня зовут наталья леру если мы с вами еще не знакомы я профессиональный лайф коуч помогаю женщинам стать более уверенными свободными и принять себя полюбить всем доброе утро друзья кто присоединился тема наша сегодняшняя внутренний критик будем учиться преодолевать этого внутреннего взроса засранца поймем как он сформировался и что необходимо делать чтобы идти к своим целям быстрее легче веселее вот если мы с вами давайте сначала проверим все ли хорошо слышно меня видно ставьте мне там какие-нибудь смайлики или так или плюсики короче дайте знать слышно меня видно все нормально доброе утро доброе утро ксения доброе утро маякните со звуком все в порядке я через микрофон вещаю чтобы все было хорошо отлично супер тогда друзья мои рассчитываем на максимум полчаса это уже с ответами на ваши вопросы тему постараюсь рассказать вам за 20-25 минут расскажу как сформировался критик как он нам помогает в чем его выгоды как его преодолевать как работать с ним в дальнейшем чтобы его стало меньше вашей жизни да супер отлично меня видно слышно все good прекрасно поехали тогда да не буду отвлекать суббота утро знаете по статистике намного чаще мы не можем достичь цели не потому что нам не хватает каких-то внутренних внешних ресурсов очень часто мы не можем достичь своей цели именно потому что у нас негативный внутренних диалог внутренний критик который говорит не сможешь да недостаточно у тебя еще куда ты там прешься да у тебя еще опыта нет тебя еще образование нет и бла-бла-бла-бла-бла да знакомо есть такое давайте вернемся и поймем как этот прекрасный внутренний критик вообще сформировался до семи лет у нас мы развиваемся да и до семи лет к сожалению наша психика еще не содержит никаких фильтров не зря говорят что ребенок впитывает как губка это действительно так потому что мы впитываем ровно то что делает и говорят нам окружающие даже когда нам не говорят но показывает своим примером мы тоже впитываем это и именно эти слова нашего родителя внутреннего нашего родителя сначала внешнего говорит да у тебя не получится ты не сможешь ну давай ты хорошо но еще можешь вот это вот до внутренние на что опираются родители очень часто они как раз опираются на свой опыт у них не получилось именно они говорят из своего опыта это первое второе они на самом-то деле хотят нам добра и очень часто останавливают нас в попытке попробовать потому что у них само не получилось потому что они сами ну как бы было им больно и поэтому конечно же не желаю нам добра и тоже пытается остановить доставьте пожалуйста отзывается нет что я говорю то есть родители из лучших побуждений критиковали нас ну во первых потому что они по-другому не научились во вторых они хотели сделать нас лучшей версии себя но очень часто как раз эта критика имела противоположный эффект и мы неосознанно впитываем то что они нам говорят просто потому что у нас между сознанием и подсознанием не сформированы никакие защитные механизмы фильтры они начинают формироваться только после 7 лет и только после 7 лет мы уже можем фильтровать что попадает в наше сознание подсознание можем уже говорить это хорошо это плохо это да это нет но до семи лет к сожалению мы не можем выбирать у нас еще пока нет таких функций именно до семи лет формируются наши подсознания в которые как в открытые ворота заходит наш внутренний критик, рассаживается на диване и начинает вот это внутреннее вещание, внутреннее радио. Этого недостаточно, это нехорошо, это недостаточно опыта. Понятно, да? То есть он сформировался нашим ближайшим окружением, этот внутренний критик. Не только родителями, часто какими-то учителями, друзьями. Все люди, которые что-то нам говорят или транслируют, попадают и становятся частью нашего внутреннего мира. И если вокруг нас, окружающие миры, люди не сильно позитивные, чаще негативные, то мы неизбежно, неизбежно перенимаем их стратегию. Ну это то же самое, что сидеть и смотреть каждый день, например, танго, и мы не умеем танцевать ничего, кроме танго, потому что мы все время смотрим на этот танго. Понятно, да? То есть что делать с этим? Ну сформировался критик, да? И что с этим делать дальше? Первое, друзья мои, признать его. Признать, что есть такой внутренний человек и поблагодарить. Как признать? Давайте сделаем упражнение. Возьмите, пожалуйста, если есть под рукой листочек, ручки и бумагу, мы сейчас его признаем, мы его сейчас выведем на свет, чтобы с ним, потому что пока он в темноте, пока он в подсознании вещает, да, с ним сложно очень сделать. Это то же самое, знаете, что подойти к маленькому домику с закрытыми воротами, дверьми и окном и пытаться как-то поговорить с человеком, который внутри. Вообще непонятно, ну, что за человек внутри, как с ним договариваться. Пока он внутри, его не видно. Что нужно сделать, чтобы он вышел? Ну, открыть дверь и пригласить его. Так что давайте мы с вами сейчас откроем двери и пригласим своего внутреннего критика наружу. Для этого нам понадобится листочек и ручка. Если взяли, поставьте мне, пожалуйста, какой-нибудь плюсик или там, не знаю, сделали, взяли. Я подожду, да. То есть, всем, кто присоединился, привет. Тема внутреннего критика. Я только что рассказала, как он формировался. Сейчас мы будем выносить его на свет Божий, чтобы вообще что-то с ним сделать, как-то с ним договориться. Супер, отлично, спасибо. Так что, если бы у этого внутреннего критика был бы образ, любой, абсолютно, тут не важно, как вы рисуете, нарисуйте этот образ. Если нарисуется каляка-маляка, нарисуйте эту каляка-маляку. Давайте я вместе с вами сейчас возьму ручку. Нарисуйте, если бы у этого внутреннего критика был бы образ, вынесите его на бумагу. Нарисуйте любой, вот что придет вам. не взяла с собой ручку но я обычно рисую такое знаете каспера с огромными глазами и зубами ну как могу и это мой внутренний критик он все время такое знаете летает по внутреннему миру и всеми трендит так что вы нарисуйте это же поставьте плюсик когда сделали любой образ неважно как вы рисуете просто выложите вылите его на бумагу и после того как его вылили на бумагу посмотрите на него внимательно и какой голос у него если у него был голос до мужской женский детский взрослый попробуйте услышать этот голос который постоянно вам говорит недостаточно ты не сможешь у тебя не получится нужно еще еще учиться это голос женский или мужской взрослый или детский попробуйте прям вот первое что приходит в ваше сознание всплывает если этот голос всплыл напоминает ли вам он кого-то может быть интонацией может быть тоном вот может быть словами которые он употребляет если напоминает то кого вы чаще вот тоже ответе первое что всплывает в голову очень часто голос нашего внутреннего критика это голос нашей мамы или голос папы тот кто чаще всего ну как как-то комментировал вот буквально вчера у меня была коуч сессия с моей клиенткой и у нее разделилась на два лагеря мужской голос критиковал говорил что у тебя не получится а женский голос подбадривал и как оказалось мужской голос очень напоминал папу а женский маму и так действительно у него было в семье что папа чаще всего принижал а мама всегда верила вот пожалуйста эти внутренние родители неизбежно стали частью ее внутреннего мира и так происходит абсолютно всех потому что мы впитываем то что нам говорят доброе утро всем кто присоединился берите листочек ручку если еще не взяли мы делаем упражнение на внутреннего критика вот так что когда вы его вынесли на бумагу нарисовали может быть услышали кого он вам напоминает давайте дадим ему имя чтобы знаете вот такое имя какой-нибудь ну там чебурашка или какой-нибудь прикольное светлое имя которое ну просто вас забавит даже если пока вас критик не забавит да не смешной совсем критик просто дайте им какое-нибудь прикольное имя окей и после того как вы там не за масяня да и после того как дали его это имя своему критику спросите ему вы просто глядя на его на него спросите чтобы зачем он к вам пришел чтобы он вам хотел помочь может быть подсказать и послушайте что первое придет ваше сознание вот обычно да когда клиенты когда я сама у себя спрашиваю почему ты ко мне пришел первое что приходит защитить защитить тебя от ошибок от разочарований от неудач ведь если ты и пойдешь целям ты скорее всего не достигнешь их с первого раза скорее всего тебе придется да как-то ну получить может быть от отвержение от людей или в общем он защищает нас от боли и ошибок очень часто такой вот замечательный с одной стороны человек с одной стороны у нас останавливает с другой стороны он нас защищает защищает от боли разочарования и ошибок поэтому самая лучшая стратегия для критика это сказать ему спасибо потому что пока мы с ним боремся это то же самое представьте мой критик и я и я с ним борюсь я борюсь 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 и что в итоге происходит энергия затрачивается на него но проблема не решается то есть я опустошенная своим внутренним бесконечным дело диалогом да все не так это все не так и ничего не происходит но если я это уже дает такая дорога вверх если я скажу этому внутреннему критику Масяня, милый мой, чебурашечка моя, спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что ты защищаешь меня. Спасибо за то, что охраняешь меня от разочарования и от боли. Но ведь он, как и наши родители, хотели нам добра, критикуя нас, пытаясь сделать из нас лучшую версию себя, пытаясь оградить нас от боли, потому что они получили когда-то боль. Так и внутренний критик, он делает то же самое. На самом-то деле он нас защищает. И поэтому самая эффективная стратегия, чтобы перестать вкладывать туда энергию именно, это сказать ему спасибо, милый. Спасибо огромное за то, что ты есть, за то, что ты меня защищаешь. Это как бодигард такой стоит, знаете. Вы же не будете говорить ему, кретин, уходи от меня. Вы скажете спасибо ему, дорогой мой, security. Так что второй шаг, если кто поздно присоединился, первый нарисовать его, выложить в свет, из подсознания в свет. Второй шаг признать его и поблагодарить. Увидеть, в чем его выгода, зачем он вам нужен, от чего он вас защищает. Окей? Это второе. И дальше, смотрите, когда наш критик формировался, мы были маленькие. И да, у нас не было выбора. У нас действительно не было выбора. Мы просто неизбежно верили тому, что нам говорили. И неизбежно впитывали это. Но сейчас, посмотрев, кто присоединился в марафон, я могу сказать, что вы все взрослые. Вам всем больше 20-25 лет. Это значит, что вы уже можете принимать решения, что для вас хорошо, что для вас плохо. И если вам этот критик действительно, например, не нравится, если вы хотите, то пора бы взять ответственность. Что значит взять ответственность? Вот смотрите, я маленькая, и стоит надо мной родитель и говорит, ну у тебя все равно не получится. Ты не можешь, например, хорошо писать там диктант. Не знаю, что-то говорит мне родитель сверху. И так как я маленькая, я такая принимаю это и соглашаюсь. Это значит ответственность на моем родителе. Он мне говорит, как себя вести, он мне говорит, что мне делать. Сейчас я предлагаю вам взять ответственность на себя. То есть что значит вырасти? Ответственность это такая, знаете, подвластна только взрослому человеку. Только взрослый человек может решать, что для него хорошо, что плохо, что он возьмет с собой, а что нет. Кому верите, кому нет, это про ответственность, это выбор, выбор тому, что вы верите. И для этого, опять же, листочек, ручку, пожалуйста, просто запишите, диктовка у нас, диктант. Я, например, не знаю, Мария Александрова, фамилия, имя, отчество, с сегодняшнего дня, дату поставьте 17 ноября, обязуюсь нести ответственность, еще раз повторю, я, ваше фамилия, имя, отчество, с сегодняшнего дня, 17 ноября, обязуюсь нести ответственность и за себя, и за своего внутреннего критика. Что значит, другими словами, я перестаю быть маленькой девочкой, которым верит ему, остановлюсь взрослым человеком, который выбирает, верить ему или нет. Видите разницу? В позиции маленького у меня нет выбора. Я там в позиции, ну, практически жертвы, потому что мне говорят. В позиции взрослого у меня появляется выбор, верить или нет. Это вот как раз ответственность. Так что еще раз повторяю, я, ваша фамилия, имя, отчество, с сегодняшнего дня, 17-го, 11-го, лучше всего записать это, обязуюсь нести ответственность и за себя, как за взрослого, и за критика, которая уже по ощущениям становится где-то здесь. Я гарантирую безопасность, что значит, ну, не знаю, не буду как взрослый, не буду прыгать с моста, ну, в общем, безопасность физического, да? Я гарантирую безопасность и себе, и своему внутреннему критику. Вот, и ставим подписи дату. У кого получилось, дайте, пожалуйста, плюсики, или поставьте сердечки, кликайте, что да, какая-то обратная связь, что вы со мной, все понятно. Если непонятно, задавайте вопросы, я с радостью отвечу. То есть этот шаг очень важный, перестать быть маленькой, да, и соглашаться с ним, а во своем внутреннем мире сказать, все, кранты, теперь я мастер своей жизни, я взрослый, и только мне решать, да? Круто, супер, спасибо большое. Всем, кто со мной, Тамара, Мария, из сердечки пошли, очень приятно видеть, что да. А то иногда как с собой разговариваешь, такое непонятно, люди меня слушают вообще. Супер, отлично. То есть ответственность взяли, выросли, да, в своем внутреннем мире, вот такое ощущение, что вы стали повзрослее. Вот, отлично. И теперь, смотрите, так как вы взрослый, у вас появляется выбор вкладывать со своего внутреннего критика, а еще, а еще у нас есть замечательный персонаж, еще один персонаж, внутренний персонаж, который верит в вас, который, когда вам сложно, говорит, Наташа, все хорошо, ты молодец. Вот теперь пришло время нарисовать этого прекрасного ангела, я его называю ангела-хранителя, который верит в вас, потому что у нас у всех есть как минимум 7 субличностей, вообще их очень много, 14 у меня лично насчитала. В общем, у нас есть очень много разных внутренних таких субличностей, которые критикуют внутренние родители и которые верят. Вот давайте нарисуем также на вашем тетради, да, ангела, если бы у него был образ, как бы он нарисовался, как бы он выглядел, да? Когда я своего ангела рисовала, у меня был тоже такой Каспер, только с этими, с крыльями и с такой улыбкой, и он такой... Вы руками закрывали микрофон. Вот микрофон у меня. Не видно, слышно, да? Так лучше? Угу. Окей? Так что теперь нужно нарисовать вам ангела, того, кто верит в вас. Окей? И как нарисуете, тоже поставьте плюсики, что да, готово. То есть у нас всегда есть выбор. Все хорошо, супер, спасибо. У нас есть всегда выбор. Даже если кажется, что выбора нет, он есть всегда. Просто важно осознать и увидеть. Вот, надеюсь, после прямого эфира вы это увидите, что у вас есть выбор. Вкладываться в этого критика и продолжать верить вот тем людям, которые как семена положили критику у вас, да, или начать вкладываться вот в этого ангела прекрасного. Для этого нужно его нарисовать, тоже в свет вывести. Тоже можно его назвать как-нибудь, не знаю, какой-нибудь супермен или там как-нибудь вдохновляющий, да. И написать вокруг него вот эти вот позитивные, прекрасные фразы, которые он говорит вам. Ты умница, у тебя получится, ты умная, у тебя уже много опыта, ты справишься, ты вообще молодец. Вот эти все фразочки вокруг него тоже, как ореол, выпишите. И следующая практика я расскажу, как еще раз на энергетическом уровне, как бы перепрограммировать свое сознание и подсознание, менять вот эти вот негативные на позитивные. То есть для этого нам нужно выписать вокруг позитивные. Я молодец, например. Я, знаете, самое распространенное вот это наше убеждение, я недостаточно хороша. Я недостаточно хороша, я недостаточно умна, я недостаточно успешна, мне недостаточно денег, всего недостаточно. Вот можно даже с этого начать. То есть если негативный критик говорит, недостаточно умна, хороша, то позитивный ангел, который может вам говорить, я красивая, умная, успешная, уверенная. Вот, например, это новая история, тот, что будет говорить ангел. И теперь возьмите одну убеждение и давайте с ним поработаем. Техника называется temporal tapping. Даже не знаю, как это перевести на русский, честно говоря, пыталась найти в интернете, не нашла. В общем, самая основная фишка, что это работает на энергетическом уровне, помогая перепрограммировать подсознание, сознание и подсознание. Для этого нам нужно, если вы правша, мы начинаем с левой руки. Если вы левша, вы начинаете с правой руки. То есть мы всегда начинаем процесс на то, чтобы выбить. Сначала мы выбиваем негативное убеждение. Например, я недостаточно хороша. Для этого берем пальчики, вот так вот делаем, да, и вот эта зона, начиная отсюда, идет вот сюда. Только сверху вниз, вот эта зона. Пальчиками берем и словно выбиваем. Знаете, есть такой этот, ну что ты в голову все никак не вобьешь. Вот примерно то же самое, только мы сейчас выбиваем. Я недостаточно хороша. Я недостаточно хороша. Я недостаточно хороша. Три раза по пять раз мы словно выбиваем это из энергетического тела. У нас есть несколько тел, да, знаете, физическое, энергетическое, ментальное, духовное. В общем, мы выбиваем это на энергетическом уровне практика. Я недостаточно хороша. И вправо, вправо, если вы вправша, мы вбиваем новую установку. Я красивая, умная, успешная. Я красивая, умная, успешная. Например, там, или я не знаю, я уверенная в себе, я верю в себя. Я абсолютно там, ну и новое убеждение. Начните с одного. Три раза по пять раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Выбили негативное. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Словно забили это позитивное, позитивную установку. То есть на уровне энергетическом я тоже это практикую. Я действительно, знаете, такое ощущение, что меняется вот прям внутри, как будто бы эти кирпичики такие складываются начинают. Это нужно поделать несколько дней, хотя бы недельку. Каждый раз вспомни, например, утром, три раза по пять минут, почистили звук, три раза по пять минут. Это первое, да, на энергетическом уровне. А второе, искать этому подтверждение. Потому что, смотрите, наши убеждения никак сформировались. Нам что-то сказали, один раз сказали, может быть, два раза сказали, три раза сказали, и потом обязательно произошло, скорее всего, что-то, что подтвердило это убеждение. Ну, например, говорят, ты там недостаточно умная, да. Пару раз мне родитель сказал, и, например, на следующий день я получила там тройку. И у меня происходит такая коннект связи, что да, точно, блин, я недостаточно умная, она права. То есть человек произнес это, да, важный для меня человек, и факт пришел, что я, ну, действительно, тройку получила. То есть вот это вот. И теперь вы, чтобы как вас программировали, теперь вы можете сами себя перепрограммировать. Да, Мария, ой, извините, не знаю, за что вы извиняетесь. Ну, ладно, извиняюсь. Короче, смотрите, вас как запрограммировали, так и вас, вы сами себя сейчас можете перепрограммировать. Для этого делаем вот этот temporal tapping и находим подтверждение вашей красоте, вашему уму, вашему успеху. И когда находим эти подтверждения, тоже контакт с телом. Берем вот так свою ладошку и говорим, я молодец, я молодец. Например, ну, не знаю, выступили, не знаю, публичное выступление, да, или что-то сделали для себя хорошее, где вы действительно почувствовали себя на высоте, закрепите это на уровне тела. Три раза. Потрогайте себя вот именно вот это эмоциональное поле наше, да, в сердце, анахатха, да, по-разному ее называют, и скажите, я молодец, я молодец, я молодец, я умная. И это закрепляется на уровне тела, словно такое ощущение, что мама погладила по голове и сказала, наконец-таки признала, сказала, ты молодец. Вот поверьте, это все необходимо практиковать, это все практика. Ну, я вас уверяю, если вы чуть-чуть сделаете, вы увидите уже ощущение, как начнет меняться ваша энергетика, как внутренний мир, да. То есть еще раз, друзья мои, подводя итоги, вот смотрите, сейчас уже 25 минут как раз я сказала, подводя итоги, вы пока готовьте вопросы, подводя итоги всему вышесказанному. Первое, этот критик сформировался как часть нашего окружающего мира, родителей, потому что у нас не было функции защиты, функции фильтра, поэтому неизбежно то, что говорили окружающие, попало в наш внутренний мир. Но это не окончательный приговор, это все можно исправить, когда вы возьмете на себя ответственность и скажете, все, хватит мириться, я больше не маленькая, я большая, а ты критик маленький, я большая, я выбираю. И третье, начнете действительно выбирать практикой, вот минимум две практики, которые я вам дала, да, temporal tapping, влево выбиваем, я недостаточно хороша, слабую установку, вправо выбиваем, я умная, я красивая, я уверенная. Вот, пожалуйста, две практики, которые займут у вас полторы минуты каждый день. Вот, собственно, и все, и все чудеса. Вот, а теперь я готова ответить на ваши вопросы, если такие есть. Так, успели за мной или не очень? Пока, пока вы пишете, если есть такие. А я, кстати, расскажу, может быть, вы меня не знаете, меня зовут Натали Леру, я профессиональный лайф-коуч, в общем, проводник, да, сейчас столько коучей. Я проводник, я веду людей к уверенности, свободе и принятию себя. Уверенно веду, потому что сама прошла очень непростой путь, с зависимостью, у меня была куча трэша в моей жизни, и сначала я полностью изменила себя, исполнила все свои мечты, переехала жить на Бали, просто исполнила самые я, такие, знаете, прям, которые были, казалось, вне зоны моей достигаемости, я исполнила, потому что работала очень много над собой, работала именно над принятием себя, над любовью, над уверенностью. Когда добилась успеха, я поняла, что мне хочется вести той же дорогой других, что, собственно, я и сейчас и делаю. Можете в блоге, у меня есть там сайт, у меня есть курсы онлайн, у меня есть индивидуальные консультации, первая консультация бесплатна, вы можете всегда записаться ко мне. Так, смотрю ваши вопросы, все понятно, пока, спасибо. Катя пишет, Мария, если голос критика себя напоминает. Да, такое может быть. Ничего страшного, тогда вы создавайте еще одного этого ангела. Но, знаете, себя напоминает, тут, может быть, чуть-чуть глубже надо пойти. Вот для чего нужен профессиональный проводник, да, гид? Мы не всегда можем проникнуть в те слои. Сначала, может быть, он вас напоминает, но я уверена, если вы придете ко мне на сессию, я вас поспрашиваю, вы увидите, что, скорее всего, не только себя. Возможно, себя, он стал вами, конечно же, но, скорее всего, там под ним еще есть. Поэтому, ну, если себя, тоже ничего страшного, вообще нормально. Как быстро происходит перепрограммирование? Хороший вопрос. Только как на него ответить? Ну, давайте так, знаете, честно, вот честно, по-разному. Если, смотря как, насколько вы готовы сами к изменениям, да, потому что я устала уже отвечать на этот вопрос, и есть очень люди разные, есть прям настолько, знаете, как будто бы окостенели, что им любая практика прям вот нужно без вазелинов в одно место вставлять, и еле она заходит. А есть люди настолько открытые, что у них, как семена, за один день уже начинаются изменения. Поэтому, я не знаю, все зависит от вас. У меня вот, когда я начинаю практики такие, ну, дня через три уже я чувствую, что что-то меняется. Дней через семь-четырнадцать я уже начинаю прям так, о, да, это работает. Ну, и она закрепляется, становится частью меня, ну, наверное, где-то через 21-30 дней. Вот, поэтому, надеюсь, ответила. Ты умница, вдохновляешь. Спасибо огромное. Супер, благодарю вас. Супер, Ирина. Благодарю. Много таких установок. Приграммирование отдельного каждого. Да, начинать с малого, начинать с малого. Самое главное, они достаточно хороша, она есть у всех. Я умная, красивая, успешная. Помните этот фильм, да, «Я очаровательная и привлекательная»? «Я очаровательная и привлекательная». Начните с одного. Наша, знаете, большая проблема, что мы, когда начинаем изменения, когда хотим прийти там к форме, мы хотим всего и сразу. И мы такие 10 себе убеждений переписали, и давайте 10 вбивать. Только наш, это тоже наше подсознание, наш мозг, он в шоке, и он сразу начинает брыкаться. Поэтому лучше начинать с очень маленьких, с одной или двух остановочек. Хотя бы недельку попрактикуйте и посмотрите, что это. А потом еще возьмите другие, то есть потихонечку. Что за практики? Темперал таппинг вбиваем. Если вы только что присоединились, то лучше посмотреть в записи, потому что я рассказала подробно. Сейчас пересказывать уже времени нет. Поэтому, Елена, да, Хельга, благодарю. Вот, друзья, посмотрите, пожалуйста, в записи, если вы пришли в подконец, у меня на сайте, если вы захотите индивидуальную коуч-сессию поработать индивидуально, буду рада, первая бесплатно. Есть онлайн-курсы. И в директ, пишите мне в директ, я всегда отвечу. Всегда очень-очень рада. Спасибо вам огромное, что всем, кто пришел. Мы с вами еще увидимся на прямом эфире «Осознанное сострадание». Вот, до скорых встреч. Пока-пока. И вам хорошей субботы, друзья. Отдохните, насладитесь и, да, кайфаните. И мне тоже. Все, пока-пока.